Переведено и озвучено специально для свободного рынка миниатюр. Ссылка в описании. Добро пожаловать в мрачный мир далёкого будущего. Warhammer 40 000 — это настольный варгейм, в котором игроки используют армии миниатюр для динамичной тактической игры. В этом видео вы познакомитесь с основами этой игры на примере сражения между могучим капитаном космодесанта и злобным роем инопланетных захватчиков-тиранидов. Игры по Warhammer 40 000 бывают разного формата. В нашем случае это противостояние одного космодесантника против отряда тиранидов. Но по этим же правилам можно играть сотни миниатюр с каждой стороны. Часто для победы нам нужно удержать какие-то цели, занять важные позиции на поле или уничтожить ключевые вражеские подразделения. Для наших первых сражений лучше начинать с простого. Победителем будет тот игрок, который уничтожил армию противника. Игроки ходят по очереди. Во время очередного хода каждый юнит может совершать движение, стрельбу, нападение и ближний бой. Мы начинаем с того, что наши юниты находятся на расстоянии 12 дюймов друг от друга. Поэтому сможем продемонстрировать каждую фазу игры. У каждого юнита есть дата-лист. Дата-листы содержат всю информацию о ваших юнитах и всех действиях, которые они могут совершать в течение игры. Далее мы подробнее разберем, что означает каждый раздел дата-листа. Движение. В фазе движения ваша армия перемещается по игровому полю, чтобы оказаться ближе к противнику, занять лучшие огневые позиции или захватить важные цели. Каждый юнит имеет свою характеристику движения, которую можно посмотреть в его дата-карте. Она указывает максимальное расстояние в дюймах, на которое он может перемещаться. Например, наши термоганты могут перемещаться на расстояние до 6 дюймов. Также можно выбрать, чтобы юниты не перемещались, а оставались неподвижными. Но наши термоганты будут двигаться, потому что они хотят подобраться к капитану поближе. Стрельба. В фазе стрельбы вы обрушиваете на своих врагов смертоносное оружие дальнего боя. От взрывного болтерного огня до живых биоснарядов. Наши термоганты собираются выстрелить в капитана, но сначала нужно узнать, находятся ли они в пределах досягаемости. В даталисте указано, как далеко могут выстрелить телоточцы. До 18 дюймов. Капитан же всего в 6 дюймах от них, так что он в пределах досягаемости. Каждый термогант может атаковать по одному разу из своего оружия. Нам нужно бросить один кубик для каждой атаки. И для того, чтобы атака достигла цели, должно выпасть 4 и более. Всего мы бросаем 10 кубиков, и удачным результатом будет выпадение четверки, пятерки или шестерки. У нас 6 удачных бросков. Далее бросок на ранение. Мы должны сопоставить силу оружия, которая равна 5, со стойкостью мишени, которая также равна 5. Когда силы и стойкость равнозначны, то для урона должно выпасть 4, 5 или 6. Бросок на ранение делается при каждом успешном попадании. В нашем случае 6 раз. И наше попадание нанесли 3 раны. Однако, капитан носит впечатляющую броню. Поэтому нужно проверить, отразится ли атака и будет ли проигнорирована. В даталисте мы видим, что капитану положен спас-бросок на 2+. Бросаем по одному кубику за каждое ранение и игнорируем его в случае, если выпадает 2, 3, 4, 5 или 6. Спас-бросок провален. Даже могучая терминаторская броня не всегда надёжна. Это значит, что он получил ранение. К счастью, у него их 6. Поэтому он ранен, но способен выдержать ещё 5 ранений. Нападение. В фазе нападения ваши бойцы кидаются на врага, чтобы разорвать его в жестоком ближнем бою. Наши термоганты бросают вызов капитану. Для успешного нападения нужно, чтобы хотя бы один термогант оказался в дюйме от цели. Бросаем 2 кубика, чтобы посмотреть, как далеко отряд сможет пройти перед нападением. Такой бросок часто называют сокращённо 2D6. Если выпадает достаточно высокое число, то нападение считается успешным. Как мы знаем, капитан находится в 6 дюймах, поэтому в общей сложности должно выпасть не менее 5. Если выпавшее число меньше расстояния в дюймах, ваш юнит остаётся на месте. В нашем случае выпало достаточное число, поэтому нападение считается успешным. Перемещаем наших юнитов, чтобы они встали база к базе рядом с целью. Ближний бой В фазе ближнего боя ваши юниты могут разделаться с противником в жестокой ближней схватке, используя различные виды смертоносного оружия, от меча до клыков и когтей. В фазе нападения наши термоганты оказались в зоне досягаемости капитана. Сможет ли их численное превосходство преодолеть могущество космодесантника? В даталисте термогантов мы видим, сколько атак может совершить каждое существо при помощи клыков. В общей сложности получается 10 атак, по одной на каждую модель. И так же, как и в случае со стрельбой, в даталисте указано, сколько должно выпасть для попадания в цель. В данном случае стоит 4+, значит выпасть должно 4, 5 или 6. Но сможем ли мы нанести раны? Для этого сравниваем силу оружия, которая указана в даталисте термогантов, 3, с выносливостью цели, которую можно найти в даталисте капитана, 5. Поскольку сила меньше выносливости, для ранения должно выпасть 5 или 6. Как и в случае со стрельбой, капитану положен спасбросок, чтобы узнать, отразит ли броня удары. Должно выпасть 2, 3, 4, 5 или 6 в соответствии с его 2+. Яростная атака тиранидов не смогла пробить массивную броню капитана. И теперь он может дать отпор. Реликтовое оружие капитана может совершить 6 атак. И на кубиках должно выпасть 2+, то есть 2, 3, 4, 5 или 6. Его оружие обладает силой 5, а выносливость термоганта 3. Поскольку сила оружия больше, чем выносливость цели, для ранения должно выпасть 3, 4, 5 или 6. Обычно у термогантов спасбросок 5+. Однако их жесткая шкура не идет ни в какое сравнение с бронебойным силовым мечом капитана. И поэтому они не получают никакого спасброска от ран, нанесенных серией ударов космодесантника. И четверо из этого роя убиты на повал. Бронебойность и другие характеристики оружия более подробно расписаны в основных правилах, наряду с другими особенностями ближнего боя. В конце хода капитан получил одно ранение и в ответ жестоко убил 4 термогантов. Далее наступает черед игрока с космодесантом. Капитан не хочет двигаться и не может стрелять, так как находится слишком близко к противнику. Таким образом можно сразу переходить к ближнему бою. Поскольку никто из соперников не желает отступать, обе стороны сражаются по очереди, пока юниты одной из сторон не будут убиты. Игрок, у которого остались модели, становится победителем. Обязательно ознакомьтесь с основными правилами, чтобы узнать об игре больше. Например, приемы для усиления юнитов, правила использования особого, тайного оружия, способность уничтожить врагов, тесты на болевой шок и многое другое. В разгаре битвы так и тянет перейти быстрее к ближнему бою. Но постарайтесь спокойно оценить ситуацию перед броском вперед. Подумайте о порядке нападения. Если при нападении вы можете встать база к базе противника, то это стоит сделать. Но при неправильной очередности вы можете заблокировать другие свои юниты, готовые вступить в бой. Особенно такие большие, как дредноут. Подумайте над тем, чтобы сначала отправить в нападение крупных бойцов, а следом за ними тех, кто поменьше. Способности инфильтраторов позволяют размещать их вне стандартной стартовой зоны дислокации, а способности скаутов включают возможность перемещать их до начала игры. Обе эти возможности отлично подходят для того, чтобы сделать опережающий шаг для захвата маркера цели. Также они являются прекрасной возможностью для использования стратегемы Fire Overwatch для блокировки маркеров цели, чтобы помешать врагу контролировать их или просто не дать противнику приблизиться к остальной части вашей армии. Хотелось ли вам иметь возможность выстрелить во врага во время его хода? Что ж, стратегема Fire Overwatch позволяет сделать это. Убедитесь, что выбрали для этого юнита с правильным типом оружия, которое идеально подходит для автоматического попадания. Также вы можете задействовать Fire Overwatch в начале или конце стандартного движения противника, во время его нападения или отступления, а также после расстановки юнитов на поле. Печально быть убитым в бою, но вы можете избежать этого при помощи стратегемы «Безрассудная храбрость». Но сперва подумайте, есть ли у вас другой юнит, который может переместиться, чтобы достичь маркера цели? Можете найти другое применение юниту с боевым шоком? Нет ли какой-то особенной стратегемы, которую вы можете использовать позже? Придется ли ему возвращаться в безопасное место? Не всегда стоит тратить командные очки, заработанные в тяжком бою, на безрассудную храбрость. Прежде чем сломя голову бросаться в ближний бой с врагом, подумайте о том, какие позиции вы хотите занять после победы. Ваши модели могут закрепиться на расстоянии до трех дюймов после боя, но только в том случае, если это приводит их в зону поражения противника или в пределы досягаемости маркера цели. Это возможность незаметно захватить цель, но только в том случае, если вы спланируете нападение. Подумайте над тем, как обойти врага, чтобы переместиться к маркеру цели после того, как вы уничтожите соперника. Это лучшее время для того, чтобы начать играть в Вархаммер 40 тысяч. Теперь вы готовы отправиться в далекое будущее и присоединиться к битве за судьбу галактики. Скрипт Алексей Преподобный Нестеров. Перевод Ксения Гордеева. Озвучка Антон Кондаков. Превью Антон Богачев. Переведено и озвучено специально для свободного рынка миниатюр. Ссылка в описании под видео.